она кстати раньше здесь никогда не спала это первый раз ну как не первый раз нет она спала когда была маленькая после вот когда мы улетели и было восемь месяцев 8 месяцев и исполнилось мы полетели в россию и она ни разу здесь не спала считая с 8 месяцев то два года и восьми месяцев цепляете сегодня захотелось здесь по отличие мужа без груди а так и и усыпляю вот на такой вот на таком типу мини матрасе сестра тут сшила там кстати подушка от нее есть скорее кре не знаю и так то уже везде порядок на вина ведь мне везде чистота чистотает не обращайте внимание белье сушится просто не знаю когда вам показывать софийка спит я уж тут все увидите разобрала везде порядок кто-то спрашивал у тебя пост вас постоянно порядок или вы только для видео новой тенет постоянно это я вот чемодан положу очень много вещей остается потому что не нужны тут еще мне некоторые документы возьму это в принципе остается да у меня везде порядок и даже и даже в комоде трусы не хотела вам показать в принципе всегда порядок но это я тоже забираю это не забираю у меня маски я не буду пользоваться и чем торчать все так все чистенько то что я и были здесь протирая хорошо складываю пожалуйста подарок родителям так что так это уже мужа не буду показывать это тоже кстати мужа нас тут носки чистые я так уж положила идут еще софии на некоторые тут вещи подстанете что видите ничего не убиралась чистота чистота сейчас пойду положу вот эти кофты пока так постелила все на спит вот здесь меня тоже порядок просто муж там пришел спит и везде все протерла пропылесосила просто он спит тут у меня белье сейчас все сушится так чисто везде и порядок батарея у меня села но не батарея света здесь нет когда была гроза свет взорвался вот мой чемодан сейчас я положу вещи я портфель который будет у меня сзади спины от штатива и один получается чехол для моего ноутбука один моего папы и и вот еще один будет чемодан вот тут у меня тоже везде все убрано все чистота чистота и все протерто вчера пылесосила жалко что света нету хочу накраситься вроде как город собираемся видите у мне везде порядок это вот это как называется плана дрова люблю порядок и все видите в принципе вот заходишь чисто все все всегда намываю да тут может там посудина какая-то лежит но в принципе стараюсь сразу мыть вот компьютер мой эти все чистенько там все тоже у меня пыли вытерто единственное вот эти вот стекла я не протирала в принципе ладно за стекол убиваться так видите холодильник всегда протру стиралку протру посудомойку тоже так что пыль тут софийка играет тут апельсины я маме повезу пластилином играет рисует эти формочки заберу с собой молоко пьет так что вот так вот стульчик ее ну так вот чистенько могу показать как ванной тут просто тазик капала тут у меня тоже все чисто я тут сделала перестановку сделала общем так косо акрилом муж нос и так запотела все так вот видите все чистенько ну вот кроме конечно вот этого потолка страшного ковры сюда кстати положила тепло очень вот так вот выглядит так что остается чистота это я все забираю конечно же свои умывалочки почему такая не знаю что что вспотела окно все эти крема в общем забираю вот так вот ладно я пойду наверное сейчас мне надо выпить мою таблеточку я кстати накрасилась но мы никуда не поедем ну такой пусть будет влог не получилось никуда поехать и таблетки как обычно мы которые врач назначил утром и вечером мне конечно от них они мне просто уже в горде стоят и вообще антибиотики надо пить 7 дней но тут врач сказал что нужно пить пока они не закончатся я вот реально буквально два дня не попила и сейчас опять продолжаю их пить я лучше их допью извиняюсь отрожка не пропадает но стало полегче все таки вот никуда мы не поедем дождь не потому что из-за дождя рабочая машина есть муж мог бы нас отвезти начальник не дает деньги вот все ушел из дома что у него стресс так что ладно что говорить скоро уже улетаем если будет хорошая погода то конечно же софийкой съездим в город а пока дожди 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 и никуда не можем вообще пока поехать потому что один день когда не было дождя я ходила к одной подружке тоже хотелось пообщаться да там как говорится ну не попрощаться просто да вот напоследок увидеться вчера другая подружка приходила и как бы вот и как бы хочется конечно же со всеми увидеться и думаешь да вроде тепло надо бежать в город но сейчас если будет последний вот не знаю когда там или в четверг или в пятницу будет тепло мы конечно съездим город я может себе и софия возьмут те юбки которые я хотела и все потому что неизвестно как бы будут деньги не будут вот и но родителям ладно я купила полотенца повезу лимон и апельсины гранаты если у свекров не знаю может принесет так не принесет ладно лимон и апельсины дам ну куплю там немножко им сладости так чисто чуть-чуть и все самое главное долететь а тут уж не важно уже как говорится меня родители говорят может без подарков особо пока мы не зажгли не извиняюсь темно льет как из ведра здесь так темно вече делаешь нас так здесь темно вообще жесть что делаешь доктора играешь субу муж ой еще не из не положил собу ну в собу вот как суба открытая у нас вот кондюр работает гореть ягод пошел потом приду это положу ой в общем плохо так видно конечно ну в общем сказал что придет и поставить собу короче ну как дрова в общем собу положит не надо идти она очень мало поспала куда тебе прийти сейчас свет выключу такой вот контраст вообще такая темнота у нас льет так сильно сейчас может вам показать как-то дайте переверну и покажу как лет ну в общем что сказать могу ну так вот пока вот как есть нескольких свитерах да хоть и кондюр работает как бы но с ним теплее но все равно я надеваюсь тепло чтобы не заболеть знаете сколько скоро лететь софиты вообще не надеть это поэтому у меня и здесь обогреватель работает и там обогреватель ну потому что особо не работает я включаю обогреватели что делать ребенка же не буду морозить вот она да она не хочет надеваться думает что жарко видимо ей ладно я уж думаю что все равно обогреватель и тепло идет она не замерзнется на носочки колготки у нее маечка кофточка на ней не должна замерзнуть ладно пошла я к ней и не знаем вот так что посмотрим как завтра день сложится не знаю дадут ему денежку вот так дожди завтра тоже обещают дождь сейчас вам покажу дождь кстати хотела показать часа переверну лучше камеру переверну потому что даже открою балкон и выйду на балкон софи сейчас такие глупые комментарии сидите дома мы дома не сидим мы живем на улице когда вот такой дождь дайте гулять так-то сами-то подумайте не отмерял меч кстати здесь белье белье есть то что стучка не какой дождь сильный дождь у лет как из ведра так что как теплая погода мы бежим на улицу с ней не посидишь дома да когда летом была жара невыносимая вот июль август это просто были какие-то адские месяца плане жары прямо вообще это было жесть но пойдем тихонько вот тогда не выйдешь никуда сейчас до дожди куда пойдешь дожди куда не пойдешь ладно если мы сейчас в эти дни никуда не поедем так я хоть спокойно ладно вещи соберу да съездим софийкой ничего страшного второсите с ними вместе софия нельзя рисует карандашами все изымаю ладно так хотела вам показать одежду которую нам опять дала подруга свекрови видимо ведь так нас любит такие вот кофточки я думаю забрать с собой потому что вещи хорошие ладно сейчас не буду складывать покажу вам просто брюки тоже симпатичные для просто потихоньку уже такая вот кофточка садик если софии водить там водолазочки самое то они в принципе хорошо чуть-чуть большеваты в рукавах наверное чуть-чуть вниз но так как она у меня очень высокая девочка так одежда почему-то на четыре года ей подходит 110 неужели дети в четыре года написано подождите катон 78 122 129 неужели ребенок в 7 лет ростом 122 сантиметра баррелятина какая-то это это уже наши да это уже наши тут а вот такая вот кофточка симпатичная ну что не покажу уже покажу потом нужно раю возьмем вот зачем покупать можно ничего и не покупать столько всего тут барахла так это все нет так еще хотела показать футболки я не знаю суп футболки футболки такие простые вот одно из которых нам дали это вот такая вот симпатичная не буду ее брать принципе не знаю брать не брать красивая очень так эти были 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 так это тоже была эти были да по-моему все белая тоже была так вот розовая точно нам дали так что из брюк у нас тут фиолетовые такие брюки нам дали займу что кому-то интересно просто посмотреть брючки так джинсы наши вот эти черные подарили софия брюки и черные небольшие я вот не знаю наверное я не буду брюки брать уж в россии не проблема с брюками да и с кофтами просто какие мне кофточки нравятся я их заберу такие так эти уже я показывала вам и вот такие вот 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 все там же я вам все показывала на все немножко показала вам одежды ведь осталось эти все жилетки я оставляю так это я тоже все оставляю это эту нам тоже дали она обычная но не знаю брать не брать я это все оставляю это все остается тут я вот свитера какие-то возьму тоже не все брюки возьму футболки я уже положила трусики маечки колготки носков возьму все тут эти вот всякие вот эти вот все леггинсы они остаются просто куда их везти там сейчас зима в них не в тему будет в садике если я сейчас отдавать несчастно посмотрим как получится нужно тоненькие места вот эти вот возьму они очень красивые свитера тонкие кофточки я все показала тоже такое все не выбрать все это раскладывать вот такие вот говорится и покупать на не надо хорошие вещи дают молодцы это кстати женщина у нее тоже невестка украинка но она все так и не приезжает вот так вот вот это все убирать да 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 да